В каких-то белых подштанниках я вообще был, так сказать, абсолютно не генерал. А генерал был шикарный, чернотый. Это все не производило ни на кого, ни на какого впечатления. Мы снимали, так сказать, как бы с крытой камеры, и я вот ходил в таком... Вот называется демократия. Ну не ходи так, ну ходишь, ходишь. Слушай, это меня поразило, потому что, ты говоришь, смотри, а, не найдет. Идет или идет, надо, значит, так, и не хочет он так, и по-другому. То есть, короче говоря, бег, картина, красивая, умная. И еще режиссеры, Александр Александрович Аллов, «Царство его небесное», и Владимир Наумов, Владимир Наумович Наумов, они помогали друг другу. Аллов был фантаст, нет, Наумов был фантаст, а Аллов был реалист. И вот тот, значит, там фонтанировал, фонтанировал, рассказывал, рассказывал, потом говорил, обращаясь к Аллову, «Ну, как тебе?» Аллов говорил, «Ну, в общем, ничего, вот если вот это убрать, и вот это, и вот это убрать, и вот это, и будет совсем хорошо». Они очень дружно работали, и очень понимали друг друга. И сейчас Наумову сложно сниматься. Вообще время сложное, поколение сложное. Но сложно еще и потому, что они несколько замечательных картин создали именно вдвоем. И они как бы, у них не было конфликта. У них было очень точное, так сказать, соединение. — Чем вы оправдывали своего героя? — А я его ни в чем не обвинял. Он ни в чем не виноват. Он ни в чем не виноват, и ни в чем, то есть... И ни в чем его нельзя... Он попал в катавасию гражданской войны, российской, бессмысленной, жестокой. — Извините, пожалуйста, петличку. — Жестокой. И мне жалко, когда он в финале говорит, что Артур Артурычу, который там продает тараканов, когда он горько понимает, что у него выхода нету. Вот он выиграл, пропьет их тут же, проиграет, и опять останется ни при чем. Погибшие поколения. Погибшие. — Хорошо? — Ну, к вам, да. — Хорошо? — Родину. — Нет. Он там говорит правильные слова. Если ты поедешь, Рома, на родину, то дойдешь ты до первой стенки. И то, если еще тебя доведут до первой стенки. Очень много за твоей спиной бед. И крови. И у меня тоже так же будет. Поэтому я туда не пойду. Это хочешь, иди. — Но лучше сидеть там? — Ничего не лучше. У него нет выхода. Безвыходное положение. Ну, что он будет в карте, что... Ну, может быть, единственное, что может, может, это Артура выгонит и будет сам торговать этими тараканами. Но у него характер другой. Артур — змей. А это русский граф или князь, или не князь, это самое... Ну, короче говоря, аристократ, казак. — Я его для себя определила как человек-фейерверк такой. — Человек-фейерверк, если можно, его и таким... Но он все равно не удержится. Он либо пропьет все, что он выиграл, он продаст все, что себе выиграл. Он уже доигрался, видите, до кого-то. Торгует этими самыми комиссарами, тряпшими. — Но не все потеряно. Человек сделал такой путь и выиграл... — Ну, он выиграл. Вот если бы он заработал, я понимаю. А выиграл — это дуиск, на который ловится человечество уже многие-многие-многие-многие века. Вот выиграл это разжигал. Никто и не выиграл. Никто в карте еще не выиграл. И не может выиграть. Заработать, понять, добыть, достать — это еще понятно.